Добрый день, сегодня 28.09.2017. Поехали! Я сегодня хочу опять такую тему двух генералиссимусов продолжать. Ну вот, поскольку я в плане живого диалога, тут по ходу поступило возражение, я считаю, что неправильно было бы, так сказать, надо как-то реагировать на это. Вот, мысль прозвучала такая в интернете, что настоящие такие упоротые коммунисты, они были до Джугашвили. А после Джугашвили как бы пошло вырождение партии. Может быть, вот действительно, давайте посмотрим, что, может быть, были какие-то действительно плюсы. И вот этого раннего революционного вот этого вот сатанистского периода. И, может быть, какие-то отличия, шла какая-то тенденция к ухудшению. Ну вот, мы знаем, что эпоха Джугашвили сменилась эпохой Хрущева. Ну, я сразу скажу, что Хрущев был такой же сталинский палач, как и Джугашвили. Вот, но в ходе вот как бы его службы у Джугашвили, да, вот он натерпелся, вот натерпелся он от него всяких унижений. Вот по его же рассказам он говорил, что это его, по Джугашвили ему говорит, что ты вот, мол, участвовал в заговоре. Вот, он же там всю свою охрану менял, там вот эту кремлевую. Вот он говорит, ты вот тут участвовал. Я, говорит, Никита, да не менял я вот те креста, а тот, нет, на тебя показывают. Говорит, пляши, говорит. И Никита плясал. Понимаете, конечно, вроде бы он занимал в иерархии достаточно высокую должность. Его, что вот его, конечно, так унижали, коробили. Вот, да, когда коммунист испытывает на собственной шкуре вот такие вещи, до него некоторые вещи, до него некоторые вещи начинают доходить. Ну и, как бы, вот, сейчас я хотел бы подвести итог, подвести итог, баланс. От кого там больше вреда, от кого там больше пользы. Вот, эпоху Джугашвили мы потеряли в конечном счете Латвию, Литву, Эстонию. Вроде бы какой-то период мы вернули, но вот благодаря вот этому брестскому миру Джугашвили-Ленин, да, это, ведь, предопределило, вообще, дало какую-то основу для вот этих эсэсовцев, прибалтийских эсэсовцев, да, которые сегодня произошел раздел России административный, они перешли к национальному делению России. Ну, это вот просто люди, вроде как, специально закладывали мину замедленного действия. Мы, был утоплен флот, да, по соглашению с Брестскими, я вот только перечисляю, да. И также мы чуть не потеряли, там, Белоруссию, Украину. Ну, вот знаете, что до сих пор Польша предъявляет территориальные претензии на оккупированные ей территории ранее. Вот. И Джугашвили и Фрунзе позорно проиграли войну вот этой маленькой слабенькой армии, но это уже были все-таки армии, а не безоружные крестьяне Тамбова, которых там потравили газом, да и все. Вот, как бы, армия, которая могла что-то как-то ответить. Вот, насколько легко потом германская армия просто разделалась уже с более сильной, кстати говоря, польской армией, которая была укреплена, то есть просто развеяли по ветру. И, ну, все-таки давайте, может, сравним, может быть, действительно пошло ухудшение со смертью. Ну, во-первых, вот там, как бы, после смерти вот этого бутафорского генералиссимуса, да, на котором одни наши, как только он вылезал у нас, я буду это еще показывать, показывал и буду показывать, одни провалы, одни какие-то поражения, одни какие-то тяжелые вещи, вот, в военной истории. Но я хочу сказать, ну, что, вот, как бы, смерть его ознаменовалась приходом его сторонника, по которой показали всю культуру. Ну, они когда сейчас общаются, их внуки, они гэээ, гэээ, то есть это такой физиологизм, понимаете, то есть только услышишь, что это какое-то малейшее возражение, у него сразу истерика, диск, бешеная слюна и тому подобное, вот симптомы. Ну и чем вот она ознаменовалась его похорами? Джугашвилевцы там передавили друг друга, вот такие братья, да, дело в том, что вот такое общение среди коммунистов, она, ну, Ленин называл, тоже давал уничтожающие клички для своих, так сказать, соратников. И Джугашвили пересажал в тюрьме многих жен своих, так сказать, деятелей, Калинин, например, и тот терпеливо терпел. Вот такая была, какие друзья были, царатники, революционеры эти, так называемые, да, и сырье умринулись оттуда, славя нового царя. И вот я хотел бы посмотреть, а что же вот плюсы, минусы, так объективно подойти, не окрашивая там Хрущева. Ну, после того, как Хрущев все-таки взошел, да, были, ну, признаны, так, знаете, вроде как, такие небольшие ошибочки этой партии, такие, повыпустили заключенных многих, да. Вот и Сергей Павлович, королев бывший, так сказать, получил какие-то существенные полномочия, начал двигаться. И как мы знаем, что космическую эру мы открыли не при Джугашвиливцах, а при Хрущеве, да. Ну, вот это как бы, я, конечно, ни в коей мере не хочу приписывать Хрущеву заслуги Сергея Павловича Королева и вот эти вот партии, но, скажем так, он мешал меньше других, получается, понимаете. То есть, я думаю, что не исключено, что мы бы и в 39-м году запустили искусственный спутник и при таком-то человеке, который всю фантастику переносил в чертежи. И ведь мы, ведь именно мы высадили первый луноход на Луне, да, который американцы потом старательно копировали, это видно, что там сравниваешь и много чего похожего, вроде как коммунисты сдали там чертежи. Вот. И давайте вот посмотрим. Вот вы видите сегодня многие хрущевки. И вот они, конечно, построены, ну, как идиоты-коммунисты, они ставили маленькую тонкую стенку, когда приходится отапливать улицу. Ну, космос, можно сказать, эти дома золотые, ума у них не хватало, проще. Но является ли это плюсом по сравнению, все же поздается в сравнении. Ну, я могу сказать, получить такую хрущевку для вчерашнего жителя Садепи, да, вот это было какое-то счастье. Это ждали иногда годами, вот, ну, при хрущеве это начало активно строиться. Очень большое количество вот простых людей переехало из каких-то коммуналок, где там жило по шесть, по семь там человек. Вот, в частности, говорят, имя Королева, какие-то вот сожители, потому что люди ненавидели друг друга, писали анонимки, доносы. Джугашвили это очень устраивало. А вот при хрущеве какие-то получили вот такое, ну, простенькое собачье жилье, ну, посхоже на собачью конуру, она не по сей день. Эти квартирки поставят что-то и уже просто, уже негде пройти, так сказать. Ну, а это были отдельные квартирки, где с отдельной ванной, с отдельным душем, где какая-то гигиена, где не мылись все подряд, понимаете. Видите, ведь в коммунальной, в сталинской квартире люди мылись, у кого-то может быть вензаболевание или еще что-то. И все это как бы передавалось и нормально, и все было хорошо. Конечно, вы можете представить, что и многие сейчас, вот заметьте, это факт, вот эти хрущевки, они стоят. Вот, вот, болтология джугашвилевская нигде не стоят. В основном население, ну, как бы, вот долгое время и жило вот в этих хрущевках, они до сих пор остаются очень значительным, так сказать, фон. И они устоят, и это же плюсы, это же плюсы. Вот мы имеем, как бы, то есть это был, ну, я не хочу сказать, что это был такой умница такая вот прямо. Это был безграмотный абсолютно человек, но который где-то вот вроде желал, ну, давайте также посмотрим. Впервые при хрущеве мы получили военное преимущество перед США. Мы никогда не имели, США всегда врала бессовестно Европе, что русские вот нависают, что у нас там, ну, при нашем-то бюджете, чтобы мы там переплюнули вот эти страны НАТО, не было у нас этого преимущества ни дня, наоборот, они окружали, как мы видим, базами, везде продвигались к нашим границам. Ну, вот этот коротенький период, когда вот появились эти ракеты, все американские самолеты, вот эти вот, которые кружили, баржировали, как ветром сбыло. И вот, ну, потом разразился Карибский кризис, где вот свойственно всем джугашвилицам и прочим, и нашим пропагандонам, забоящим, вот обвинять Хрущева там во все. Но по факту вот это противостояние, которое, ну, причем вина ложится на Россию, это Россия, это Хрущев, это, вы извините, оно полностью, это полностью просто беспредел вот в отношении со стороны США. Ну, давайте вот с точки зрения международного права. Одно государство договорилось с другим о перемещении ракет. Это их суверенное право. И США прибегает к блокаде, то есть практически к военным действиям. Наши подводные лодки подвергались атакам и тому подобное. Но давайте посмотрим, я сейчас не буду. Дело в том, что президент США был тогда морфинист, наркоман. И все вот журношлюки, они вот современные становятся на сторону вот этого вот человека, которым по утверждению даже представителя израильской, Якова Кэгми, ну, возили, ну, наверное, со знанием дела, наверное, человека, обремененный большими знаниями, да, естественно, в такой службе не может быть, не знающих людей. То есть приводили проституток во время заседания, он там отвлекался. И вот в такой как бы состоянии, ну, правда, сейчас это там оправдывается, что он болел, как все американские спортсмены, которые там всякими опиумными препаратами пользуются, потом достигают. Ну, потом это говорится, что это как бы все нормально, это они просто лечились. Ну, и вот как бы вот в такой ситуации. Но им говорится, что мы чуть ли не стали на колени там, ну, и ничего не уступили. Это все неправда. США вынуждено было уступить, и они убрали свои ракеты из Турции. Мы убрали из Кубы нормальное соглашение, вот так и надо, без противостояния, без угроз, решать вопросы международной политики, да. И тогда вот, по крайней мере, с 45-го года у нас не было мировой войны. Хотя многие ссорцы там очень старались, очень накаливали. И я думаю, что это не прогибаться, а именно отстаивать свои, как бы требовать выполнение международных каких-то основ, международного права. Вот. И давайте посмотрим. Ну, конечно, я был бы, наверное, не прав, если бы рисовал Хрущева такими белыми красками. Он тоже был самодур. Самодур. И вот расправа, мне могут сказать, вот в Новочеркасске он действительно расстрелял там несколько тысяч человек, которые даже, заметьте, они не против советской власти. Они говорили, что надо как-то исполнять, контролировать. Ну, вот такой был мотив тех, кто выступал. Их, ну, поставили пулеметы, расстреляли, тела куда-то свезли. Вот. И, как бы, все, вопрос закрыли, так сказать. Вот так, по-джугашвилевски, так сказать. Ну, сказались все привычки вот этого все-таки на службе, у кого он находился. Ну, давайте сравним. Конечно, это колоссальное преступление с точки зрения международных. Но это такое маленькое преступление по сравнению с 17 миллионами крестьян, который уничтожил Джугашвили. И не только уничтожил, а грабил, отнял имущество. Там пара лошаденок у человека, он у него, с точки зрения коммуниста зажиточный, уже тащил там просто жадность этих людей. И просто отняли хату, корову, там, лошадь, все там, овен. Ну, все, что было. И еще смотрю, четыре лифчика пишут, не побрезвали лифчики тоже у женщины там, а отобрали, так сказать. Вот такие. Конечно, вот если сравнивать, вот это, ну, несопоставимые вещи. Ну, в чем, как бы, вроде начав, как бы, позитивно, но вот там большевистское дурное нутро Хрущева, оно постоянно давало знать. Ибо безграмотность, как все они, они же все очень безграмотные, малограмотные, тупые люди, которые меняют себя пупом земли. И вместо того, чтобы развивать, умея, такой успех, и вот начать строить станцию «Мир», наращивать. Вот Миронов, кто винов. Он занялся совсем другими какими-то проблемами. То есть он обеспокоился чем? Что там какие-то садовые, ну, при Сталине были, садовые какие-то вот, ну, эти, как это, общество там, ну, участки там 6 соток, у кого 10 соток. Кто-то там коз разводил. Ну, невозможно на таком клочке земли в самой богатой стране мира и гигантском территориальном отношении 17 миллионов квадратных километров как-то вести какое-то хозяйство. Это понятно любому. И какой-то там, какого-то, да, суперпредприятие, которое бы частное, которое могло бы опрокинуть большевистский строй, ну, в принципе, и не могло быть. Потому что они так и существовали, а садовые товарищи, но поколебать устоев вот этого супердурной КПСС, супермогучий, супервонючий, ну, просто это было нереально невозможно. Ну, даже это вызвало у Хрущева, как у зомбированной такой личности, чокнутой. И он начал обкладывать налогами яблони, это не было даже вот при Джугашвиле, овец там, подсчитывать вот все вот эти вот, что-то там, человек картошку вырастил, картошку взяли на учет. То есть у коммунистов все это пропитано, учитывать, записывать. И, конечно, была порезана масса, кому это такое вообще надо, чтобы вот там ходили в твое подворье, лезли там, что-то подсчитывали, да, хрюны, понимаете, колхозники. Было порезано масса, скота, был ущерб для нашей экономики очередной, понимаете. Были провозглашены совершенно дурные лозунги, коммунизм чуть там не через 20 лет или что-то там вообще там какие-то сроки были смехотворные, названы. И вот в этом, как бы, это, конечно, и еще Джугашвилевская элита, она была недовольна, что вот народ что-то получил. Их не вот это вот беспокоило, вот эти вот, а вот что, как бы, что вот их палаческая деятельность начала, ну, чисто формально так осуждаться, говорить, что это нехорошо, что это перегибы. Их не отдали под суд, но даже это вызывало у сыновей, внуков, палачей, вертухаев яростное ярость. Вот, с одной стороны, он подорвал у народа доверие вот этими какими-то вещами. Вот, с другой стороны, в Новочеркасске произвел Джугашвилевский такой налет разбойничий. И с третьей, вот Джугашвилевская вот эта вот тусовка тоже точила зубы. Вот, и вот в этой ситуации, к тому же он вдруг задумал, что-то вроде как флот там порезать, другие виды вооружения сокращать. Хотя, конечно, это же все было плюс, развивая ракетную технику, ни в коем случае, конечно, нельзя было нам ослаблять, учитывая натиск США. Да, вот, кстати говоря, США все время укрепляли большевистский режим. Они вот говорили народу, вот смотрите, нас окружает, нас и реально окружали люди, как бы вот те, которые даже хотели бы реформу, но совершенно здраво считали, что не все же как большевики там поздравлять врага с победой. Ну, считали, ну, какая вот сейчас перипетия будет с переменной власти, когда вот не сегодня, а завтра нас нападут. И мы вот жили постоянно в этом давлении. И сейчас США скажут, что они нам, мол, что-то помогали в области демократии. Да, они все время были подпоркой вот этой большевистской власти, так сказать. Пятой ее ногой, третьей ее ногой. Вот. И далее мы смотрим, вот, ну, и особо его проявилось, ну, как всякий коммунист, который считает, он считает, любой коммунист, считает себя пупом земли. Что он, Чубайс, он, конечно, никогда не занимал, он никто не имел, никогда предприятия, он знает, как проводить приватизацию. Чудесно. Ни профессор, ни академик вообще, какой-то там деятель там партийный коммунист. Значит, вот, далее, ну, и Хручев, конечно, он, значит, начал пропагандировать. Он поехал в Америку, увидел там кукурузу, но слышал звон, да не знал, о чем он. И он начал внедрять эту кукурузу везде, вроде как Америку открыл, да, секрет Палишинеля. И это привело к монокультуре, монокультуру коммунисты были дебильные люди, они запрещали, джугашвиливцы запрещали генетику, кибернетику. А вот дурная энергия Хручева, она ему двигала, что вот надо везде все засадить кукурузой. При такой монокультуре начинают развиваться вредители. Ну, это вот и азы, но внушить это олигофрена было невозможно. Все эти, как, советские, все вот такие, ну, и подобные. Они все все время аплодировали, аплодировали. Лизаблюдство в коммунистах было всегда. Это сейчас они распустили языки, потому что Путин им это позволяет. Но если бы Путин топнул ножкой, они бы все хвалили и все бы были ужасно довольны. И аплодировали бы так, чтобы ладоши от мозолей стерли. Ну, вот тогда как бы этого нельзя было, потому что они заблюдствовали абсолютно все. Никаких, что кто-то бы на съезде, какая-нибудь советская встала. Что, почему вы не развиваете нашу космическую программу, занимаетесь там кукурузой и всякой глупостью, в которой вы ничего не понимаете, никто не осмелился ему вот из тысяч коммунистов вообще это сказать ни где-то, ни на встрече, ни на съезде, которые там сидели. Вы можете поднять кинохроники, где они стирают ладони от мозолей, так сказать, усиленного работы, хлопанье, это любимое. Далее я хочу сказать, что, ну, вот успехи Сергея Павловича Королева, он же тут же, они же выбежали, Нобелевский комитет запросил, кто изобрел. Ну, хрущевцы ответили, коммунисты, это никакой не Королев, это весь советский Нарвод. Вот такой дурацкий ответ был, нас лишили Нобелевской премии. Вот, конечно, я для каждого ученого, поверьте, это удар, это удар вообще просто поддыха, вообще просто. То есть они жизни Сергею Павловичу не прибавили этим, нет. Вместо того, чтобы озаботиться здоровьем, медициной, посмотреть, сказать, вызвать. А как у Сергея Павловича, что наши бараны сломали ему обе челюсти, что надо где-то. Ну, этих мер не было предпринято, просто с человеком выжимали, давай, давай, и Сергей Павлович давал. А хрущев давал на другом поле. Вот, видимо, кукурузы ему показалось мало, и он осуществляет следующую акцию, освоение целины. Вот такие, как ученые, как Академик Мальцев, еще другие, указывали коммунистам, вы идиоты, вы вспашите целину в массовом масштабе. Это равнинная местность. Естественно, там продуваются ветры, там нету никаких лесопосадок, ничего. То есть вы вызовете кошмарную катастрофу. Так оно и случилось. В первый год вроде бы там собрали какой-то урожай, завизжали. А потом началась пыльная буря. А что такое пыльная буря? То есть гумусный слой, который накапливался тысячами лет, поднимается и уносится в другие страны. Другие страны могут сказать спасибо тебе, Хрущев, и вам, коммунисты, всем. Ну, конечно, ни слова осуждения, ни вот совершенно каких-то какого-то вот такого, чтобы осуждение, что вот это. Не вот это вызвало, так сказать, государственный переворот, устроенный джугашвилевцами, типа Брежнева, которые жаждали. А вот вся эта вот ненависть, тусовка собралась. Они особенно печалились, что их партийный какие-то вот этот олигархат коммунячий, он был этим как бы очень обеспокоен. А это их самовласть, а Хрущев вмешивается в Хрущев. И поэтому был устроен переворот, Майдан, так сказать. Ну, это вообще вот эта власть пришла в результате Майдана 1917 года. Ну, это такой внутренний Майдан. Ну, он был обусловлен вовсе не, как бы, но если сравнивать то зло, которое принес Хрущев, заметьте, не по злому умыслу, как джугашвилевцы, а просто по своему безграмотности. И тот колоссальный вред, который принесли джугашвилевцы, это как, вот если сравнение, море к озеру. Вот так вот можно сравнить, понимаете? То есть и озеро большое, но море – это нечто. Всего доброго.